привет всем большой большой привет в сегодняшнем видео у нас будет болтавка сегодня я вам хочу рассказать про парфюмы и показать два парфюма из своей коллекции и просто пошептать вам с ушка на ушко так микрофон сейчас у меня здесь внизу поэтому я все-таки думаю что стоит его поднять и приблизить к себе чтобы я могла шептать вам близко с ушка на ушко с ушка на ушко давайте все-таки попробуем напишите мне потом как вам больше нравится шепот с этим микрофоном каким образом каким образом вам больше я не спешу под этим микрофоном каким образом так я осталась слегка подальше с микрофоном и таким образом я вам могу шептать с ушка на ушко хорошо так ну что ж на самом деле мне вам рассказывать не то чтобы много чего потому что увлекаться парфюмами серьезно я начала месяца два назад месяц я сейчас интересуюсь парфюмами артистичными я точно не знаю как на русском такой жанр парфюмов можно назвать в Италии они называются парфюмы из артистичных парфюмерий в общем-то не коммерческие запахи и ароматы это не ланком это не шанель диор это более редкие ароматы эксклюзивные и необычные пока что я себя нашла в жанре который называется курмонт на русском не знаю говорится ли так это такой жанр ароматов которые хочется скушать прям вот так вот скушать ароматы сладкие приторные приторные съедобные на самом деле нет конечно они не съедобные но это всякие имитации тортиков печенек всяких вкусных напитков карамель молоко зефир мороженки все в этом жанре я всегда с самого детства была любителем сладких ароматов у меня не было никогда такого что я любила какой-то другой жанр всегда мне нравился сладкий аромат в духах и желательно чтобы это был не сладко-цветочный а сладко-карамельный я так скажем уже несколько лет искала какие-то духи которые мне вот прям понравятся и все-таки определить дать этому какой-то жанр мне кажется сейчас у меня это получилось я как-то начала выкладывать истории в инстаграм и связалась с одной девочкой моя подписчица итальянка вот мы с ней до сих пор пишемся на регулярной основе и она мне отправила такую огромную посылку со всеми маленькими версиями духов вот там 2-3 мл а некоторые были даже 10-15 и все именно вот этого вот жанра сладкоежек хотя она сладкая не ест то что очень странно но ароматы любит сладкие и благодаря ее посылке я смогла определиться какие ароматы мне больше нравятся какие ароматы мне меньше нравятся вот и более или менее понять что ж все таки я еще в идеальном парфюме определиться я конечно не смогла поэтому пришла к выводу что у меня будет там много парфюмов на настроение не могу я определить себя ну в одном аромате в одном запахе хочу сегодня быть цветочной ну значит напшикаюсь цветочным ароматом завтра хочу быть сладкой конфеткой ну значит напшикаюсь сладким чем-то приятным поэтому я начинаю пополнять свою коллекцию и до этого всего осознавания так скажем я себе приобрела один аромат который несмотря на то что коммерческий то есть как бы его можно найти в обыкновенных парфюмериях он очень-очень схож на вот этот артистичный жанр духов сейчас я вам покажу как будто летчик выглядит вот так вот кто-то узнал, кто-то нет это Terry Mugler парфюм называется Alien Gattes это новая версия вроде бы как даже 2020 или даже 2022 года аромат сладко-приторный при этом не удушающий и главные ноты у нас кокос это что-то нереальное это очень вкусно я думаю то что если у меня получится я вам ставлю где-то здесь фотографию всех ну всех ноток этого парфюма то есть центральные ноты и мгновенные ноты которые чувствуются в парфюме ну вот чем он меня задел я сразу скажу это тема что я зашла в парфюмерию и начала у консультанта спрашивать про парфюмы сладко-карамельные я обнюхала весь магазин я везде чувствовала запах спирта везде во всех парфюмах и тут напоследок она мне дает вот этот вот парфюм и преподносит его мне а вот точно почти забыла это новые там парфюмы то и то и то если тебе нравится кокос тебе должно подойти потому что здесь очень много кокоса она не успела договорить как я уже была где-то в раю для меня это запах просто чего-то такого сладко-кокосового при этом свежелетнее и прям вот бомба в этом запахе в аромате присутствуют не только ноты чего-то съедобного но и чего-то такого вот загадочно сексуального возможно так но при этом нежного то есть как бы мне очень сильно понравился этот парфюм и я считаю то что он прекрасно ассоциируется со мной мне он лично очень сильно понравился поэтому для любителей кокосика я советую вам зайти в парфюмерию и понюхать вот и поэтому я очень довольна тем, что его приобрела как видите здесь осталось очень мало парфюма сейчас покажу поближе вот видите и я его активно использовала целый месяц сейчас я бшикалась много но это из-за того что я была влюблена прям по уши поэтому это как бы такие вот у меня были порывы бшикалки вот и это получается я использовала чуть больше чем пол бутылечка за месяца полтора вот я не жалею об этом потому что я по уши была влюблена в этот аромат как и сейчас но сейчас у меня появился вот этот вот новый интерес к жанру съедобному к парфюмам которые я лично нигде еще и никогда не находила в коммерческих обычных парфюмериях и вообще магазинах такие парфюмы либо на сайтах эксклюзивные есть либо же в бутиках артистичной парфюмерии вот поэтому думаю можем немного потапить на этот шикарный по этому шикарному бутылечку потому что конечно бутылечек очень красивый но на самом деле очень очень необычный у него аромат не скажу что прям вот чувствуется в них спирт очень часто в парфюмах первые ноты это спирт а у муклер на самом деле очень таки сразу приятные нотки сладости мне вообще очень нравится еще и обыкновенная версия очень приятная вот бутылечек очень красивый такой золотой золото-серебро такой очень приятный цвет в принципе удобно держится в руках очень плотно единственное что вопоризатор это мне не сильно по душе потому что пшик такой получается резко в одну точку и немного стекает я предпочитаю когда они как будто вопоризируются что-то за слово как будто они распыляются по всему месту по всей квартире я предпочитаю такие парфюмы потому что могу садить сразу несколько частей тела как одежду, шею, волосы а тут прям надо либо далеко-далеко держать, либо близко но оно стекает но это последняя из проблем на самом деле стойкость стойкость неплохая стойкость достаточно хорошая вот очень приятный такой сладко-сладко-сладко-сладко кокосовый при этом есть нотки такие летние вежести то есть он не удушающий абсолютно запах очень молодой такой молодежный нежный девчачий запах не для старой тетки очень часто какие-то сладкие парфюмы ассоциируются с чем-то взрослым с какой-то взрослой женщиной но это абсолютно противоположность этой идеи он очень легкий очень нежный очень девчачий очень молодой поэтому я ненавижу старые ароматы потому что я ненавижу ароматы для взрослых женщин но это мне не подходит ни в какое поэтому все мои ароматы очень нежные девчачьи воздушные молодые вот 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 ну что ж и перейдем ко второму аромату который я вам сегодня хотела показать тадам второй аромат который я вам сегодня покажу он от итальянского бренда который называется Zero Molecule ноль молекул в переводе называется парфюм Lalao Lalao покажу вам поближе бутылок мне он очень по душе потому что он очень минималистичный сделан из такого здесь такие надписи очень минималистичные с такими вот золотыми геометрическими какими-то рисунками и колпачок у нас такой это либо имитация дерева но скорее всего имитация такого черного дерева что сказать про этот парфюм все намного проще чем с прошлым потому что с прошлым у нас больше открытий каких-то ноток то есть можно учуять разные ингредиенты возможно кто умеет и кто любит здесь все просто здесь у нас по описанию аромата и по запаху горячее молоко с сахаром с многим белым сахаром то есть много-много белого сахара и много-много молока это странно, да? но это так я очень хочу вам передать аромат но поверьте мне если вы хотите почувствовать аромат но нет возможности вы просто должны пойти на кухню взять стакан молока разогреть его и добавить туда ложек 3-4 сахара белого перемешать и это понюхать потому что это просто это оно это это этот аромат был в посылке либо я его заказывала сама в пробнике такая версия пробная в общем все я эти пробники перемешала у меня их куча и как-то я вечером сидела я все перенехала сейчас и должна решить что купить выбор был вообще над абсолютно другими парфюмами тоже приятными классными но абсолютно другими и тут как-то мне высветился этот пробничек в коробке да я взяла попробовала его пшикнуть на плечика буквально 10-15 минут и я его уже купила очень стойкий аромат очень-очень стойкий я помню им пшикнула с утра получается где-то в часов 10-30 11-5-30 я была в поясе и я еще чувствовала такие вот такой ветер такой ветер у меня перед носом дул молочный и это от моей кожи от моей шеи хватает буквально 3-4 пшика с утра и мне кажется вечером еще немножко будет слышно ноты молока вот вот и что тут сказать ну ничего это на любителя не всем понравится не всем подойдет не все захотят такое носить но любители жанра думаю очень сильно ценят потому что запах действительно ну сгущенки может быть даже сгущенное молоко ну лично я просто влюблена в этот аромат мне очень нравится и и хочу приобретать еще много всяких разных потому что это такой вот прям молочный исключительно молочный запах а я хочу чтобы был какой-то еще ноты какого-то чизкейка какого-то торта какого-то маффина печенья здесь исключительно молочный аромат но я именно такое и хотела поэтому пользуюсь им прям вот супер довольна сейчас как раз таки себя бжигну на шейку господи потому что это божественно вот и хотела еще сказать то что здесь мне очень сильно нравится бутылечек и бжигалка бжигалка распыляет до такой степени что я бжигнула себе еще раз два и мне наверное на волосы попало на всю шею хотя я бжигнула вот так вот конкретно в центр и на все декольте то есть это шикарно мне очень нравится такой распылитель и мне очень нравится бутылечек так здесь у нас 100 мл за 100 мл за 100 мл я заплатила 160 евро это дорого есть дороже но это дорого это очень дорого вот другой саму клер я заплатила вот у меня там 30 мл вроде как 30 или 50 вроде 30 я заплатила 75 евро 70 что это такое тоже не дешево вот совсем не дешево но классно я довольна этими двумя покупками вот уже в планах приобрести следующий аромат ванильный но не не та ваниль которая у вас в голове необычная ваниль другая ваниль эксклюзивная ваниль и что-то карамельное вот да поэтому вот так вот это божественно это чистый запах молока вот я вот этой девочке которая мне простите это мой живот я буду сейчас кушать девочка которая мне отправила посылку она не чувствовала никогда не пробовала этот аромат и я ей посоветовала она купила пробник она вот понюхала с утра сегодня да мне все обязала и сказала что это просто чистый запах молока она говорит что это очень нежно это очень приятно и она сразу же себе добавила это в свой список духов которые хочет приобрести в большой версии вот поэтому так вот у меня сейчас такой период жизни вот такой вот как я себя ощущаю да и вот этот вот парфюм прекрасно описывает мои ощущения вот я ощущаю себя именно вот таким вот каким-то молочным ангелочком молочной конфеткой чем-то таким вот очень нежным но игривым потому что все равно это привлекательный это интересный запах хочется его нюхать и нюхать вот и мне говорили что меня хотят съесть поэтому если меня хотят съесть значит все по правильному я бы по правильному аромату поэтому так ножечка на песк по стеклу поставлю на место ну что ж дорогие мои такие дела так такими парфюмами я сейчас пользуюсь на данный период своей жизни мне было бы очень интересно почитать какие запахи нравятся вам какие у вас любимые парфюмы ароматы и есть ли какие-то у вас советы для меня что мне можно приобрести что понюхать что в общем-то может быть в моем вкусе мне будет очень и очень и очень интересно почитать поэтому буду ждать ваши комментарии ваши лайки и вашу подписочку если вы еще не подписаны на мой канал так вот я немножечко поглажу себя перед тем как отправить спадки хорошо а ты закрывай глазки убаюкивайся моим приятным ароматом горячего молока с сахаром и засыпай засыпай доброй ночи тебе доброй ночи пока